Стройка торгового центра на перекрестке Ленина и Воровского очень быстро стала объектом общественных обсуждений. Противников много и они, в смысле противники, объявили о поисках сторонников. Пока безрезультатно. Об этом в самые ближайшие минуты. Вы смотрите Дайвича в студии Артем Панекаровских и вот что еще вы увидите сегодня в выпуске. На работу с чистой совестью. Зачем кировчанам получать справку о судимости? Потому что к детям нельзя допускать лиц, которые связывались с уголовной ответственностью. Ешь неправильно, рискуешь остаться без детей. Врачи дают советы, как можно победить ожирение. С гордостью хочется отметить, что нашу школу признали. Кировские боксеры поздоровались с летом. Турнир, который так и называется «Здравствуй, лето», прошел в Крыму. В ближайшее время на перекрестке улицы Ленина и Воровского вырастет новый многоэтажный торговый центр. Некоторые представители общественности высказались против очередной застройки исторического центра. Люди считают, что в этой части города подобными объектами, тем более высотными, нет места. Появится он в скором будущем на этом месте. По мнению некоторых граждан, оно крайне неудачный перекресток. И так перегружен парковочных мест. И без того мало. А по проекту при семиэтажном торгово-офисном центре будет закреплено не более 80 парковочных мест. Кроме того, возмущаются общественники, объект появится в исторической части города, нарушит архитектурную среду. На что сегодня в администрации ответили – уже все согласовано. Да и появиться подобный объект мог еще десятки лет назад. Обсуждалась стройка давно, зато пообещали остановку общественного транспорта вернуть на свое место. По инициативе авторов проекта встроенная даже в здание остановка общественного транспорта. То есть мы убрали несколько десятков квадратных метров площадей первого этажа и разместили там остановочный павильон. Могут появиться в ближайшие годы в городе и другие объекты. Сегодня в администрации города состоялись общественные слушания по проектам застройки некоторых микрорайонов. Власти и общественность обсуждали, вносить изменения в генплан города или нет. Где ждать масштабных строек, расскажет Дмитрий Ждарчук. Если все пойдет по новому генплану, то здесь у Трифонова монастыря должна будет появиться автомобильная развязка. От нее вдоль берега Вятки по его склону пройдет автомобильная дорога. Она соединит Спасскую и Профсоюзную, что позволит разгрузить улицы Ленина и Казанскую. На данный момент территория в запустении. По соседству только несколько предприятий и пара жилых домов. Там имеется возможность изъятия путем выкупа. У нас сейчас, знаете, не одна дорога так строится. Что касается путепровода на Переводноморье Супакова, там тоже ситуация, где есть права. Есть законный порядок решения этих вопросов. И здесь он также будет соблюдаться. Что касается других проектов, но на общественных слушаниях обсудили также план малоэтажного строительства в районе ипподрома. Одна из частей парка вокруг северной больницы останется зеленой зоной. Тут это подтвердили. Кроме того, малоэтажный жилой район может появиться недалеко от Радужного, южнее Слободы, Варсеги. У нас город развивается. Надо понимать, что движение в эту сторону есть. Мы ожидаем всегда, чтобы мы сделали все не зря, чтобы все чуть появится. Все предложения общественности власти пообещали учесть. К примеру, при строительстве развязки у Трифонова монастыря поступило предложение привлечь к работе и археологов. Район все-таки исторический. Дмитрий Ждарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича. 18 тысяч человек в год обращаются в полицию, чтобы получить справку о судимости или несудимости. А летом у стражей порядка и вовсе начинается горячая пора. Желающих получить такую справку становится больше. Связано это с тем, что многие устраиваются на временную работу или едут отдыхать в страны, где требует такой документ. Анна Мамаева тоже попробовала сделать справку и узнала, какие для этого есть способы. Чтобы через месяц поехать в детский лагерь вожатой, студентка Мария Лукьян должна подтвердить то, что никогда не была судимой. Для получения такой справки сегодня и пришла в информационный центр ОМВД. В детский лагерь педагогам Мария едет уже не первый раз. Поэтому процедура получения справки девушка уже знакома. И ее необходимость понятна. Думаю, что, наверное, можно, потому что нужно, потому что к детям нельзя допускать лиц, которые связывались с уголовной ответственностью. Вы в себе уверены? Естественно. Чаще такая справка необходима для подтверждения профпригодности педагогов, медиков и госслужащих. Но ее могут потребовать по усмотрению руководства и в других сферах. Для того, чтобы получить бумагу, необходимо написать заявление и приложить к нему копии документов. Ксерокопия паспорта всех заполненных страничек должна быть. Написание заявления в информационном центре ОМВД займет не больше 15 минут, уверяют сотрудники полиции. А чтобы сэкономить время, можно воспользоваться сайтом государственных услуг и через сеть интернет подать заявление на получение справки. Уведомление заявителя о принятом заявлении осуществляется в течение рабочего дня на адрес электронной почты, либо в виде СМС-сообщения. Срок исполнения справки не превышает 30 дней. Услуга оказывается безвозмездна, без взымания государственной пошлины. Прием заявлений на выдачу справок о наличии или отсутствии судимости осуществляется по адресу улица Ленина, 96 и на сайте госуслуги.ру. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей, Тавича. Сахарный диабет, ожирение, бесплодие, аллергия. Эти заболевания стоят первыми в списке самых распространенных. У людей с каждым годом они появляются все чаще. По словам врачей, эти болезни связывают одно. Они возникают у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Как можно вовремя предотвратить развитие опасных недугов в день начала месячника женского здоровья? У врачей спросила Елизавета Халикова. Это сладости, масло растительное. Конечно же, оно полезно очень, но нужно помнить, что оно очень калорийно, поэтому тоже в ограниченных небольших количествах. Злоупотребление продуктами с верхней полки может привести к онкологическим заболеваниям. Почти две трети из них возникают из-за неправильного питания. Курение стоит лишь на втором месте. По словам врачей, одними из самых опасных для организма человека являются сладкие и подкрашенные продукты. Если мы будем меньше жарить на жирах, особенно трансгенные жиры, которые содержатся, скрытые жиры, это и в колбасах, и в сосисках, или жареные многократно, допустим, если на одной и той же сковородке многократно пережаривают продукты, это тоже очень вредно. Каждодневное и ежедневное употребление продуктов, содержащих нитриты, это именно копчености, колбасы, тоже может провоцировать развитие онкологических заболеваний. Но самой настоящей эпидемией современности можно назвать сахарный диабет. От него в нашей стране страдают больше трех миллионов человек. Приводит к страшному заболеванию, генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, а также неправильное питание. При сахарном диабете это сухость во рту, жажда, человек очень много пьет до нескольких литров в сутки, и учащенная моча в спускании. Может быть, зуд кожи также при повышении уровня сахара крови. Несколько лет в городе работает специальная школа здоровья. Здесь врач-эндокринолог, кстати, лучше в России, Владимир Милютин, консультирует больных с сахарным диабетом и учит жить со своим недугом. Владимир уверен, снизить риск возникновения сахарного диабета могут физические нагрузки. Конечно, человеку нужна физическая нагрузка. При адекватной работе мышц адекватно работает обмен веществ. То есть работает углеводный обмен, обмен холестерина, белковый обмен. От регулярной работы мышц зависит работа сердечно-судистой системы, нервной системы, эндокринной системы, пищеварительной системы, работа иммунитета. Ну и при работе мышц происходит зажигание стрессовых гормонов. И наоборот, вырабатываются гормоны радости. Без физических нагрузок при сидячем образе жизни и неправильном питании человеку грозит ожирение. С каждым годом число людей с избыточным весом растет. Сейчас их в России 30%. Проверить себя можно и дома. Необходимо лишь измерить окружность талии. У женщин она не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин 94. Пройти комплексное обследование и получить консультацию можно также в любом центре здоровья. Бесплатная процедура займет не больше двух минут. По окончании исследования каждый пациент получает вот такую распечатку. Здесь вся информация. Количество воды и жидкости в организме, а также жировой массы, которая и может привести к ожирению. В центре здоровья каждый пациент с избыточным весом может посетить 10 бесплатных занятий на тренажерах. Избыток веса в одном месте может, допустим, в абдоминальной форме или в области живота приводит и к нарушению кишечника, и к нарушению сердечной деятельности, к нарушению дыхательной сферы, формированию тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет. И нарушение в гинекологической сфере у женщин. Это либо невынашиваемость, либо невозможность зачать ребенка, либо другие патологии, связанные с гормональным фоном. По словам врачей, чтобы предотвратить ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания, нужно с пеленок учить детей правильно питаться. А взрослым необходимо вовремя проходить диагностику организма. На берегах рек и озер Кировской области ликвидировали больше 60 свалок. Отмечу, береговая линия считается водоохранной зоной, и мусорить там нельзя. Мусор чаще всего оставляет отдыхающие, поэтому именно около водоемов экологи находят самое большое количество несанкционированных свалок. За время субботников около рек собрали больше 2000 кубометров отходов. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Водителям грузовиков и автобусов пришлось обзавестись тахографами. С 1 июля за отсутствие прибора, который контролирует скорость движения, маршрут, режим труда и отдыха водителя начали штрафовать. Автомобилистам придется заплатить до 3000 рублей, а должностным лицам – до 10. По замыслу законодателей возможность контролировать. Режим работы водителей должна снизить число аварий на дорогах. Только 4 кировчанина из 100 довольны своей зарплатой. По данным социологов, три четверти жителей города хотели бы получать больше. Половина работников в низкой зарплате обвиняют жадного начальника. Четверть считают, что подобную сумму получают все специалисты той же профессии. А каждый 20-й признался – мало зарабатывает, поскольку плохо работает. Правда, половиной запрошенных добавили – готовы повышать квалификацию и учиться, чтобы повысить зарплату. Кировчане могут выбрать растение-символ. Цветок или дерево, которому жители области отдадут больше всего голосов на открытом голосовании в интернете, посадят на аллее в Парке Победы в Севастополе. Выбрать растение, которое будет представлять наш регион на Аллее России, можно на сайте ruspiroda.ru. Кировскую область представляют сосна обыкновенная, береза повислая, гвоздика песчаная, василек сумской, лиственница сукачева. Предполагается, на трех гектарах Аллеи России в Крыму будут представлены растения всех климатических поясов страны. Про НЛО и о том, что привезли из Крыма кировские боксеры, расскажем чуть позже. Во второй части нашего выпуска сейчас ненадолго прервемся. Не переключайтесь. Сегодня во всем мире отмечает День уфолога. Этот праздник является профессиональным для тех, кто занимается исследованием неопознанных летающих объектов. Выбор даты не случайный. Именно в этот день, 2 июля 1947 года, в американском штате Нил-Мексико были найдены останки неопознанного летающего объекта. Многие до сих пор уверены, что он принадлежал инопланетным существам. С тех пор мир разделился на два лагеря. Одни верят во внеземные цивилизации, другие считают, что первым нужно обращаться к психиатрам. Эта тема уже поднималась с нашими коллегами в программе «Мистика вятки». О свидетелях НЛО в Кировской области наш следующий сюжет. И вот оттуда, вот с той стороны, с трассы, бесшумно летят повыше, вот чуть, наверное, повыше деревьев, такие светящие, бесшумно. Отправляясь на съемки очередной программы «Мистика вятки», наши коллеги представить не могли, что свидетелей НЛО в Котельническом районе им нарочно искать не придется. Большинство жителей деревень, что расположились неподалеку от Сокольей горы, что в нескольких сот метрах от Котельнича, регулярно видят НЛО. Этот шар висит из его дымок, знаешь, как из трубы дымок кольцами идет. И таких историй авторы программы слышали в районе множество. Люди рассказывали не только о неопознанных объектах в небе, но и о личных встречах с пришельцами. Что это, плод фантазии местных жителей, объяснимые явления или реальные контакты внеземных цивилизаций с людьми. Свою оценку происходящему давали и специалисты. Очень много идет фотографий. Это все легко объясняется. Это либо птицы, либо мухи, насекомые. Здесь, скорее всего, птицы. Тем не менее, существует сегодня и видео, в достоверности которых не сомневаются даже эксперты. Вот эти кадры. Но наука молчит. На сегодняшний день то, что необъяснимо, то, по мнению ученых, невероятно. Однако сотни тысяч людей верят в пришельцев. Потому и отмечают сегодня свой праздник. Дмитрий Житарчук, Ксения Фрик, Артем Паникаровский, Бюро новостей, Давича. В небе над Кировом сфотографировали НЛО. Очевидцы сделали снимок неопознанного летающего объекта. Над городом он прилетел накануне Всемирного дня уфолога. Видимо, к празднику. На фотографии видно темное пятно в небе. Причем, объект, который удалось заснять жителю Кирова, судя по фотографиям, был не статичным, а перемещался. Как пояснил кировчанин, автор фотографии, снимки были сделаны через стекло. А жители деревни Рвачи под Котельничем каждый вечер видят НЛО. Откуда эти неопознанные летающие объекты и что пришельцы изучают на нашей планете в Кировской области? Авторы программы «Мистикой вятки» уверяют, что у них есть ответы. Узнать их можете каждую субботу в 18 часов на телеканале «Девятка ТВ». А ближайший выпуск 5 июня посвящен поискам лешего. Съемочной группе удалось узнать, как выглядит и где обитает хозяин леса. К другим темам модуль для электронной книги, рецепт салата и даже технология добычи нефти в честь Дня изобретателя в библиотеке имени Герцена выставили лучшие патенты на эти открытия. Эти изобретения объединяет тот факт, что их разработали в 2014 году женщины. Правда, в общей массе изобретателей представительниц прекрасного пола немного. Почему, пыталась узнать Анна Мамаева. Такой полезный элемент автомобиля, как дворники, изобрела женщина Мэри Андерсон в далеком 1903 году. Кроме стеклоочистителей, женщины подарили миру еще множество полезных вещей. Например, посудомоечную машину, перископ для подводных лодок и даже циркулярную пилу. Запатентовать можно даже эксклюзивный салат или новую модель жакета. Такое подтверждение авторства может гарантировать неплохой заработок изобретателю или изобретательнице. Правда, на 20 инноваторов приходится всего лишь одна дама. Сотрудница библиотеки имени Герцена Людмила Гагаринова убеждена – это досадная несправедливость. То женщина-то по природе-то своей, она творец. Потому что если салатик сделать из ничего, первое, второе, третье, если уют в шалаше создать, это вообще нужно такую творческую жилку иметь. И поэтому женщина-то просто наделена даром. Изобретения просто не хватает иногда у нее времени и быта, и дети, и семья. Поэтому и изобретения чаще всего отражают именно эту часть жизни представительниц прекрасного пола. Основная масса инноваций связана с кулинарией, прикладным творчеством, шитьем, вязанием и заботе о детях. Но все же есть среди запатентованных изобретений и совершенно неожиданные. Например, новые технологии добычи нефти и цифровые приставки. Допустим, устройство для отображения многомерной видеоинформации. Я бы сказала вам тарелка. Тарелка, которая информацию, которую она получает, она изображает в 3D. Патенты на самые лучшие изобретения российских женщин за 2014 год можно посмотреть в библиотеке имени Герцена в патентном секторе. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича. Крым наш теперь еще и по спортивному принципу. Кировские боксеры успешно выступили на международных соревнованиях, которые традиционно проводятся на этом полуострове. Турнир «Здравствуй, лето» собрал 140 сильнейших юных боксеров из многих уголков России. Участники из Польши и Украины приехать не смогли, но и без этих боксеров конкуренция была запредельной. Подробности у Эдуарда Пенюкжанина. Традиционный турнир в крымском селе Викино под открытым небом на берегу Черного моря. Бои снимали сами участники, поэтому качество видео оставляет желать лучшего. Зато качество поединков, которое показали спортсмены из Слободского, Белой Холуницы и Кирова-Чепецка, оказалось на высоте. С гордостью хочется отметить, что нашу школу признали. То есть из семерых участников у нас пять финалистов. Из этих пятерых финалистов трое победителей, ну и две серебряных медали. Красного гуринга Иван Елькин, Кировская область. Слобожанин Иван Елькин один из тех наших спортсменов, кто в Крыму отбоксировал безупречно. Ему противостояли местные участники из Симферополя. Но наш Иван свои 42-й и 43-й бой в карьере завершил победами. Из-за опыта, из-за техники, потом, не знаю, может, из-за силы воли. Соревнования понравились. Всем? Правда, с погодой там не повезло, признались участники. В море искупались всего пару раз. Но и без этого впечатлений масса. Сейчас у боксеров заслуженный отдых. Но в конце июля ребята уже снова приступят к тренировкам, чтобы учиться побеждать и в дальнейшем на различных турнирах прославлять школу бокса Кировской области. Эдуард Пеникжанин, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича. Такой была среда 2 июля глазами наших корреспондентов. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей, Давича, по телефону 38 48 88. На этом все. В студии работал Артем Панекаровских. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин